Добровольцы, движущая сила. Сегодня с авторами перспективных социальных проектов встретился глава республики. Кому оказывают поддержку волонтеры Чувашии и на какой эффект рассчитывают? Подробности у Дмитрия Ковалева. Встречу с добровольцами приурочили ко дню российского студенчества. И это логично. Сейчас только при вузах республики действуют десятки волонтерских команд. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка молодежи для правительства региона – приоритет. К примеру, в Институте культуры недавно был проведен ремонт учебного театра. Здесь обновили зрительный зал и установили современную аппаратуру. Сбылись мечты и этих ребят. Виктория Вострова получила крупный грант от президента России. Студентка Чувашского госуниверситета активно пропагандирует донорское движение и объединяет вместе неравнодушных. На настоящее время стоит острая нехватка безопасной донорской крови. И вот наш проект как раз таки будет в течение года и в дальнейшем, не только этого года, работать над этой проблемой на увеличение числа кадровых доноров среди студентов вузов и СУЗов нашей республики. Задача проекта Алины Максимовой – помогать одиноким матерям, воспитывающих детей-инвалидов. Под свое крыло активисты взяли уже более 30 человек. В то время, когда мы вводим, например, тех же самых женщин в театр, помогаем им как-то физическую активность проявить, там, бассейн, тренажерные залы, наши волонтеры сидят с этими детьми и уже вот в течение полугода они стали таким одним целым, вот как брат и сестра. Изначально было сложно. Чтобы они проявили к нам доверие какое-то было очень сложно. Глава республики отметил, что инициативы добровольцев востребованы, хотя и далеко не каждый проект получает денежные гранты. Но здесь не надо огорчаться, чтобы вы не получили там какие-то финансовые средства, и ваш проект, он как бы провален. Абсолютно нет. Мы всегда все инициативные предложения поддерживали, поэтому надо стремиться лучше делать свои работы, материалы, представлять. Для добровольца встреча с Михаилом Игнатьевым стала поводом обсудить и существующие проблемы. Часто помогаем ребятам с ограниченными возможностями здоровья попадать на различные мероприятия. И мы сталкиваемся с проблемой транспорта. То есть нам приходится вызывать такси или просить знакомых. Я поэтому обратился к предпринимателям, которые на самом деле знают эту проблему. У родителей есть семьи эти проблемы, чтобы тоже они делали. Спросили студенты, и был ли добровольцем сам Михаил Игнатьев. В наше время была другая волна. Тимур и его команда. Нашим бабушкам, дедушкам, ветеранам, сейчас на них губ отпошел, чистили с ней. Кому-то надо было дрова спилить, заготовить, сложить. Глава региона отметил, что органы власти – первые помощники волонтеров. Мы доступны, мы очень открыты, с этой точки зрения. Мы больше ходим в трудовые коллективы. Вы, открывая сайт, не надо ходить, есть адрес, можете наименство написать. И где-то концерт сделаю, для служебной пользы. Прошу передать лично в руки министрам. Михаил Игнатьев поздравил студентов с праздником и вручил свидетельство новоиспеченным стипендиатам. Еще одна приятная новость пришла из Москвы. Два волонтера-чувашии удостоились диплома всероссийской акции. Глава региона отметил, что в год добровольца, который объявил Владимир Путин, поводов для встреч будет немало. Кто волонтер? Я волонтер! Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.